В прошлый раз мы проговаривали такую тему, как карта ориентирования, а сегодня мы поговорим на такую тему, как управление временем. Почему именно она? Потому что в течение данной недели люди, которые обращались на живые диалоги, у каждого человека была такая задача. Я не справляюсь, скоро Новый год, ничего не успеваю, не успеваю время уделять на себя, на семью. А как совмещать время для работы и для семьи? То есть кто бы ни звонил, у каждого есть эта задача. Почему? Потому что время — это один из ключевых элементов системы человека. У нас есть 8 элементов. И что происходит? Мы время либо отдаем, либо убиваем, даже есть такое выражение, либо мы просто его растягиваем или хотим перескочить. И вот эти нюансы как раз и свойственны определенным периодам рождения. Это уникальное знание, когда человек разбирается сначала со своей природой и понимает, что у кого-то время вот как 3 часа, а вот для кого-то это час. У кого-то время течет подлиннее, а кто-то быстро хочет. Вот я решил, и я хочу это быстро сделать. То есть сразу перескочить, сразу получить конечный результат. И с этим нужно учиться, разбираться и останавливать себя, иначе будет вечный замот. А для товарищей, у которых они в бесконечно вечном процессе, нужно как раз-таки очень себя четко столбить. Так, что делаем и куда иду? И это за 3 минуты не рассказать. Простой эксперимент. Смотрите. Представим мысленно наш отрезок времени рождения и до смерти. Просто поставьте мысленно галочку, где сейчас биологическое время ваше. Сколько прожили? 30 лет, 40, 50? И это биологическое время. А что происходит удивительное? Человек психически может быть застрять, вот ему там условно 40 или 30 лет, но его психологическое время, ребенка, и таких сейчас моделей поведения большинство. В крайнем случае это подросток, который уже там что-то не согласен и хоть как-то готов меняться. А остальные люди сидят в психологическом состоянии ребенка, когда они либо хотят как-то приспособиться, поплакать, придуриться, попросить внимания. Или другая крайность, когда они хотят что-то заявить, доказать, потому что в детстве не смогли оставить позицию, и теперь это хотят переиграть на других людях. Но вот эти две крайности, они не работают, они крайне неэффективны. Дети не строят достойное дело, не строят семью, не строят бизнес. Они, ну, их либо встраивают, либо как-то запугивают, условно, стимул, реакция. А взрослый человек, он так не поступает. У взрослого человека четкая позиция, уравновешенная, спокойная. Он знает, у него нет сопротивления к знаниям, к обучению. А если они есть, он готов это менять. А не так, как приходит человек, и он просто хочет получить внимание, или получить энергию, что-то слить, это ребенок, неплохо, нехорошо. Самое главное, насколько у вас есть именно желание меняться и двигаться, и изменять эту модель поведения, преодолевать себя, и перестраивать, переформатировать эту модель поведения. У кого есть такая задача? Управиться со временем, управиться с собой. Начать вообще понимать, в какой я роли, какой у меня психологический возраст. Я вот еще не успела сказать про психическое время человека. Это вообще уникальная тема, когда человек способен где-то расширять время, где-то останавливать, где-то за час успевать то, как за две минуты. И на проекте «Пробуждение» как раз говорилось в одном занятии, оно было посвящено полностью времени о том, что нам нужно учиться делать за неделю, как делали за месяц. То, что мы делали за неделю, нам нужно учиться делать за день. И вот этим тем самым мы будем сжимать время и получать результат быстрее, но при этом наше состояние будет уравновешенное, взрослое, спокойное. И этой модели поведения ей нужно обучаться, трансформировать, переформатировать. Иначе будет привычная модель ребенка, которую мы просто взяли из семьи, из прошлого. У кого есть такая задача? Пишите на почту или на WhatsApp. Мы с вами созваниваемся на живой диалог. Это проясняющая, знакомительная скайп-встреча, где мы знакомимся, проясняем вашу готовность меняться, проясняем, что хотите, что не пускает, что не получается. И двигаемся для тех, кто готов. Добрый день. У нас на дворе наконец-то декабрь. Морозно, солнечно, даже снежок выпал. И что делают большинство людей? Считаю, дни до Нового года. Кто-то как-то уже расслабляется, где-то фейерверки, где-то какие-то вечеринки, гулянки. И нам свойственно приближать этот праздник и расслабляться. Какие-то дела уже на следующий год передвигать, оттягивать. Тем самым, по сути, ничего не делать. Как показать практика в надежде, что сейчас все равно праздники, сейчас все равно все разъехались, и в следующем году, пока мы выйдем, пока раскачаемся, там хвостики свои почистим. Как правило, в этот период начинаются такие резкие неожиданности, и прилетают конкретные задачки. Мы в этом году очень много говорили про время, про скорость, про управление временем. И если посмотреть, двоякая история. У одних уже вот Новый год скоро, а может быть по-другому. У нас еще почти целый месяц. И если те нерешенные задачки у кого-то побольше, у кого-то поменьше, наверняка каждый знает, что хотелось бы успеть вот это вот закончить, и если все-таки поставить себе задачку, успеть справиться со скоростью, поставить задачу выполнить те дела, которые очень-очень, ну, лень же нам всем что-то делать. Если поставить задачку вот в этом году, я справлюсь с скоростью, справлюсь со своим сопротивлением, и доделаю вот эти вот вещи, доведу до конца в этом году за целый месяц, вот тогда 31-го, поверьте, баклажа шампанского заходит вообще отлично.